Глава двенадцатая Глава двенадцатая Глава двенадцатая И о последнем спектакле И о Курагине Ей опять Представлялся вопрос Не виновата ли она Не нарушена ли уже Ее верность князю Андрею И опять она Заставала себя до малейших подробностей Воспоминающую Каждое слово Каждый жест Каждый оттенок игры И выражение на лице этого человека Умевшего возбудить в ней Непонятные для нее И страшные чувства На взгляд домашних Наташа казалась оживленнее обыкновенного Но она далеко Была не так спокойна И счастлива Как была прежде В воскресенье утром Марья Дмитриевна пригласила Своих гостей к обедне В свой приход успения На могильцах Я этих модных Церквей не люблю Говорила она Видимо гордясь своим Свободомыслием Везде бог один Поп у нас прекрасный Служит прилично Так это благородно И дьякон тоже Разве от этого Святость какая Что концерт На клирсе поют Не люблю Одно баловство Марья Дмитриевна Любила воскресные дни И умела праздновать их Дум ее был Весь вымыт И вычищен к субботу Люди и она Не работали Все были празднично Разряжены И все бывали У обедни К господскому обеду Прибавлялись Кушанья И людям давалась Водка И жареный гусь Или поросенок Но ни на чем Во всем доме Так не бывал Заметен праздник Как на широком Строгом лице Марьи Дмитриевны В этот день Принимавшим Неизменяемое Выражение Торжественности Когда напились Кофе После обеда В гостиной С снятыми чехлами Марьи Дмитриевне Доложили Что карета Готова И она Строгим видом Одетая В парадную Шаль В которой Она делала Визиты Поднялась И объявила Что едет К князю Николаю Андреевичу Болконскому Чтобы объясниться С ним Насчет Наташи После отъезда Марьи Дмитриевны К Ростовым Приехала Мадистка От мадам Шальме И Наташа Затворив Дверь В соседней Из гостиной Комнате Очень довольная Развлечением Занялась Примериванием Новых Платьев В то время Как она Надев Сметаной Ножевую Нитку Еще Без рукавов Лиф И загибая Голову Гляделась В зеркало Как сидит Спинка Она Услыхала В гостиной Оживленные Звуки Голоса Отца И другого Женского Голоса Который Заставил Ее Покраснеть Это Был Голос Элен Не успела Наташа Снять Примериваемый Лиф Как дверь Отворилась И в комнату Вошла Графиня Безухова Сияющая Добродушной И ласковой Улыбкой В темно-лиловом И никуда Не ездить Нет Я от вас Не отстану Нынче Вечером У меня Мадемуазель Жорже Декламирует И соберутся Кое-кто И ежели Вы не привезете Своих Красавиц Которые Лучше Мадемуазель Жорже Мадемуазель Почтительно Почтительно Присевшей Мадемуазель Мадемуазель Казавшей Просил ее Мадемуазель 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 Это еще не причина Чтобы запереть себя Даже если вы Невеста Я уверена Что ваш жених Желал бы Скорее Чтобы вы Ездили в свет Чем пропадали Со скуки Стало быть Она знает Что я невеста Стало быть И они С мужем С Пьером С этим Справедливым Пьером Думала Наташа Говорили И смеялись Про это Стало быть Это Ничего И опять Под влиянием Элен То, что прежде Представлялось Страшным Показалось Простым И естественным И она Такая Грандама Такая Милая И так Видно Всей душой Любит меня Думала Наташа И отчего Не веселиться Думала Наташа Удивленными Широко Раскрытыми Глазами Глядя На Элен К обеду Вернулась Марья Дмитриевна Молчаливая Серьезная Очевидно Понесшая Поражение У старого Князя Она Она Была Еще Слишком Взволнована От Происшедшего Столкновения Чтобы Быть В силах Спокойно Рассказать Дело На вопрос Графа Она Отвечала Что Все Хорошо И что Она Завтра Расскажет Узнав О посещении Графини Безуховой И приглашении На вечер Марья Дмитриевна Сказала С Безуховой Водиться Я Не Люблю И Не Посоветую Ну Да Уж Если Обещала Поезжай Рассеешься Прибавила Она Обращаясь К Наташе